Шмая, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхад, Бару, Шенкевод, Малхутов, Леолан, Ваэ. Я благодарен, Виктор, тебе очень большое, хорошее слово, потому что оно как раз вот переплетается с тем, о чем я буду говорить. Я уже вижу, как люди пишут и просьбы о молитве, Элеонора просит помолиться за своего мужа Юру, Оля Стеценко просит помолиться и другие, потому что там есть ситуации, которые необходимо промаливать. Вы пишите, мы будем делать список, и мы в конце собрания помолимся, потому что я верю, то слово, которое Господь мне дал для нас сегодня, перед, как раз вот Роша Шана, перед началом следующего еврейского Нового года, да, перед Йом Труа, перед тем, как зазвучит шофар, Господь конкретно дал мне слово говорить это к тем, кто нас смотрит. Это общины нашего Содружества, а также те, кто присоединились к нам в интернете через сеть YouTube, или же там Twitter, или же у нас еще Facebook. Facebook от концов, или начала Российской Федерации до конца американских полей, да, от севера до юга, и в Бразилии, везде нас смотрят, и, конечно же, в Израиле. Смотрите, есть несколько таких моментов, которые меня, как бы, подтолкнули на этот разговор. Был, говорит, такой разговор о том, что нас вообще, как бы, двигает тем решением, которое мы делаем. Когда говорят о том, что от твоих слов ты будешь оправдан и осужден, я все-таки подумаю о том, что же это значит, не я, вообще, как, что говорить вообще, разговор. Что это вообще значит, ты сказал вслух, и оно произошло, или будешь осужден, или же внутри себя, когда ты делаешь какую-то клятву, и тоже все-таки ты делаешь это в разуме, или в сердце своем. И я начал думать, и я понимаю, что начать нужно фактически из самого-самого первого стиха бытия. Мы знаем, что своим словом Элохим сотворил все видимое и невидимое нашими глазами. Все, что мы видим, Бог сотворил. И все, что мы не видим, относительно, мы говорим о телескопах, которые смотрят в космос, да, или же микроскопы, которые просматривают всякие микробы. И фактически все видимое и невидимое сотворены Богом и Его Словом. И если Он сотворил нас с вами по образу и подобию своему. Вот мысль такая. Если мы понимаем, мы все соглашаемся, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, и тогда возможно ли предположить, что мы с вами имеем способность высказывать нашими словами в этот мир и менять сущность бытия? Возможно ли? Если скажете Горесией передвинься, не усомнитесь, и что он говорит, то будет вам. Значит, если мы видим ситуацию, где Бог говорит для Моше, скажи этому камню, ударь по камню, да, скажи. Момент здесь очень важный, чтобы подумать. Подумать о том, что если это возможно, что мы своим языком, то есть своими устами можем менять сущность, тогда Библия, она права, что мы от своих слов оправдаемся и осудимся. Интересно и то, что Бог сотворил все своим произношением, то есть Он говорил и то, что невидимо, стало видимым. И не только у Него были желания, не только лишь мечты или же верой. Все то, что ты мечтаешь или думаешь, верой берешь, но если ты не провозглашаешь, если ты не говоришь слух, оно не материализируется. Бог материализировал наш мир через Слово, которое Он сказал. То есть Слово стало сущностью, когда выходило из уст, в свою же очередь, это Слово рождается в глубине сердца. Потому что Писание об этом говорит, еще нет слов на языке твое, как он, Бог в совершенстве знает его. А мы также знаем, что от избытка сердца говорят уста. Что там? Ведь есть какие-то мысли. Я даже понимаю, что некоторые люди, пока они не скажут ничего, то ничего не происходит. Может ли человек своими высказываниями творить? Творить чудо, например. Может ли человек сказать и совершить чудо? Разрушить что-либо своими словами? Какова сила Слова, произносимая нами в этом мире, в этом быту, в нашем быту? Что же имеет, вот какое значение и силу имеет Слово, которое мы говорим? Я думаю, что у каждого из нас были ситуации, в которые мы попадали, например, мы общаемся с человеком, мы говорим ему что-то сделать, как-то сказать, вот, да, мы так в торопях делаем. И когда мы встречаемся, тот человек или группа людей не сделала того, что вы думали, что вы высказали и план, как это все делать. Чаще всего люди говорят, а вы это не сказали, и ты начинаешь спорить, я сказал, нет, не сказали. Приходят несколько свидетелей и говорили, ну нет, не было сказано, тогда вы говорите простую вещь, я имел в виду это сказать. Но мысли никто еще не читает, кроме Бога. У нас бывают такие моменты. Пока эта мысль у нас в сердце, невысказанное Слово или же повеление не может материализироваться, потому что оно становится только желанием нашего сердца. Мои пожелания не могут быть прочитанными людьми, пока я их не выскажу, либо не напишу. Так же и в духовном мире невысказанное не имеет силы. И то, что ты сказал, да, мы говорим своими словами, ты оправдаешься, либо осудишься. Мы можем быть хорошими, позитивными людьми, с очень позитивными мыслями, но ничего не будет происходить, пока мы не выскажем наше чувство вслух. И Писание говорит, Луки 6 глава 45 стих. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища своего сердца выносит злое. Ибо от избытка сердца, как я уже говорил, говорят уста. От избытка сердца. Если мы с вами не просто понимаем, что нам дан язык для того, чтобы общаться друг с другом, доносить какие-то идеи, радости, или как-то еще вот такого социального общения, но мы также будем знать и думать, что нам дан язык для того, чтобы высказывать в невидимый мир наши переживания, наши пожелания, и самое главное, наши надежды. Мы в этот невидимый мир провозглашаем нашими устами наши надежды. Скажите, а почему только надежды? Да потому что ожидаемое чудо, это не просто еще одна похоть или желание, чтобы Бог нам что-то такое удивительное сделал. Когда мы говорим о чуде, провозглашая это чудо в нашу жизнь, мы тем не менее надеемся через наши силы, потому что мы не способны это сделать, чтобы Бог выйдет нам навстречу и сверхъестественно делает то, что нам непосильно. Но мы должны вот эту надежду на сверхъестественное провозгласить. Иеремия 33, мы все знаем это прекрасное место Писания. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Иногда мы не знаем, но Бог говорит, воззови, скажи мне, провозгласи своими устами. Чудо в твоих устах, чудо в твоем языке. Это не может быть просто мыслью, ну, Бог же знает все. Я встречался так очень много людей, которые говорят, ведь Бог знает мои трудности, переживания. Ну, Бог же знает. Бог много чего знает, но пока ты не воззовешь к Нему, пока ты не положишь в свои уста то слово, то сказать перед Богом ту надежду, то крик души, это не станет явным. Наша свобода и наша работа зависит от нашего языка. Будущее настоящее во власти твоего и моего языка. Твое провозглашение. То, что мы говорим. Я хоть приведу один пример. Во время моей или нашей статья на эмиграции, мы некоторое время жили в Риме. И так как финансово мы не были обеспечены, мы пытались найти возможность подработать. Это мужчины, в основном, которые там в семье мы были. Я мог просто сидеть в гостинице, это уже была гостиница как беженцев, да, и ждать вылета. Так как всем необходимым для жизни, то есть питание, мыло, там, одежда, нам предоставляли. У нас все было, кроме денег. Денег нам не давали. И от того, чтобы я сидел в гостинице, ничего не делал, денег не появилось бы. А хотелось бы что-нибудь другого. Как всему еще моя жена тогда была беременна первым сыном, и хотела бы что-то больше, чем то, что нам давали в кафетерии. И вы знаете, выучив язык, всего лишь одно слово, лаворе, да, или работа, я пошел от заправки до заправки, от мойки к мойке на рынке и по стройках, спрашивал и говорил, лаворе, 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 то есть работа, работа, работа. Вы знаете, и прошло время, на одной из троек нас обеспечили работой. Мы смогли немножко подработать. И мое обеспечение было в моих устах. Не только в моем сердце. Я хотел бы работать и сидеть дома, и ничего бы не произошло. Мое обеспечение находилось в моих устах. Я не говорил, дайте мне работу. Я говорю, лаворе, работа, работа. То есть я показал, что я хочу работать, и она ко мне пришла. Возможно, мы не заработали того, что мы хотели, но это был первый шаг. Также с нашим здоровьем. У каждого из нас есть свои ситуации. Чем больше мы вообще говорим о докторском заключении, когда мы приходим после больницы, об анализах, которые нам попадаются, да, на наши руки, чем больше мы разговариваем о табликах, которые нам приписали, тем больше на негативного мы выражаем, и атмосфера поражения наполняет наш круг, место победы. Я еще раз хочу повторить. Чем больше мы разговариваем о докторах, о докторе, о их знании, понимании, что они думают, о том рецепте, который они выписали, таблеток и тому подобное, анализы, которые мы получили, мы обсуждаем это с людьми, да, тем больше мы идем к поражению, нежели к победе. А когда даже при худшем результате или заключении докторов мы говорим об исцелении, о том, что при этом заболевании, при худшем результате я верю, что Бог мой меня исцелит. Я верю, что мой Бог всемогущий, который знает, через что я прогожу, он протянет руку свою и даст помощь вскоре. Чем больше я начинаю говорить об этом, и об этом я провозглашаю своим друзьям, даже если мои ситуации, то есть моими анализами, они не похожи на то, что они улучшаются, я говорю, и это оно изменится, потому что я буду позитивным. Те даже говорить о том, что доктора, которые сделали решение, тот вердикт, они благословены Богом, они знают, что они делают, они на то уучились, потому что тетя Маня из привоза, которая была каким-то там акушеркой, не совсем доктор. Вы понимаете, да? Ситуация очень серьезная, потому что когда мы начинаем позитивно говорить о том, чтобы те препараты, которые нам приписали, не обсуждать их, что они, например, как я уже часто слышал, я не буду покупать украинские, или украинские, или там другие страны, эти таблетки, потому что здесь их фальшиво делают. Или же, не, не, не настоящие, это просто мел перетертый. Друзья, вот, вот, как-то оно не связывается с этим, да? Те, наверное, больше у нас негатива. Нам все равно нужно думать о том, что принимающий нас, нами, те препараты, или чем-то еще, мы начнем позитивно, тогда скажу, тогда наше провозглашение, то есть я исцелюсь, я не буду негатив, я буду, я исцелюсь, потому что Бог меня на это позвал, чтобы быть спасенным, исцеленным, быть благословением, да придет, я приду к этому исцелению, обязательно приду. Притча 17 глава 22 стих. Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости. Унылый дух, он начинает нас к смерти тянуть, друзья. И Иоаиль, 3 глава 10 стих. Перекуйте орала ваши на мечи, то есть готовьтесь к бою, серпы ваши на копья, слабый пусть говорит, я силен. Еще раз. Бог говорит, дает идею, которая сущна ему, говорит, пускай слабый, как факт, слабый человек, скажет, я сильный. Зачем? Зачем такая вот ситуация должна быть в нашей жизни, когда мы слабые, должны говорить, я силен. Если ты слаб, в твоих обстоятельствах, какие бы они ни были, Библия говорит нам, чтобы мы говорили, что мы сильны. Аминь. Библия говорит, мы сильны. Сверхсил Бог не даст. И поэтому, когда мы проходим эти обстоятельства, мы говорим, я силен. Нам Писание не рекомендует, чтобы те, кто слабый, собирали своих друзей по телефону и обговаривали свои проблемы здоровья на фоне неграмотности наших врачей. Нам Библия не говорит, созови всех кахилу, всех родственников и начни их обсуждать, говорить о тех трудных, тяжелых обстоятельствах, нелегкое время, в котором мы живем, денег не того, не это тех. Не, не, Библия говорит не об этом. Когда ты слаб, ты должен сказать, я силен. Да вы скажите, да кому сегодня легко? Да? Кому легко? Я скажу, кому легко? Для тех, кто знает Бога. Тем легко. Тем, кто не клевещет на брата, не злословит власти. Я скажу, тем легко, потому что они всю свою надежду положили на того, который руководит всем миром. Притча 18-22. Смерть и жизнь во власти языка, любящий его, вкусят от плодов его. И то, и другое. Я сегодня не призываю вас не обращать внимания на естественные те факты, которые в вашей жизни происходят. Там обстоятельства, в вашем бизнесе, здоровье, либо в вашей семье, либо зависимости, которая попадает. Не нужно. И я не говорю, чтобы вы игнорировали то, что происходит. Я говорю не об этом. Я говорю о том, чтобы слово стало тем живительным словом, которое восстанавливает нас. Это слово призывает нас быть сильными. Пускай слабый скажет, что он силен. потому что праведный верою жив будет к евреям послание 10 глава. Праведный верою жить будет. Я скажу одну вещь, которая может быть удивительно будет для многих слышать, но я скажу, что моя жена вымолила меня громким молитвенным призывом к Богу. Мы ехали, у меня инфаркт, я уже прощался с ней, она прямо в карете скорой помощи вымолила меня криками, не молчала, говорила, ты будешь жить, ты не имеешь права умереть, ты должен жить. Вы знаете, это сильно, потому что она несмиренным духом сидела, молчала, как будто, что будет, то не миновать. Нет, она делала то, чему призывает Библия. нереально становится реальным. Мы должны говорить то, что Бог дает нам. Не стоит утверждать, что я просто так, знаете, происходит в таких моментах. Нам нужно еще глубже и глубже говорить о том, что Бог нам дает. Наше чудо, на самом деле, наше удивление находится только в наших устах, а не только в таких мыслях. Может быть, может нет, на наших устах. Мечты, а не мечты. За мечты не платят. Но когда ты говоришь что-то, за слово ответишь. Да? За слово ответишь. И вот, я думаю, что нам нужно говорить об этом. Не нужно так же говорить людям, что когда вот вы получите свою победу над плохими привычками, зависимости. И лишь когда вы получите исцеление, тогда вы выйдете и расскажете, как Бог вот это вот сделал, такое чудное. Я верю, что для верующего человека необходимо, даже когда он проходит долина смертной тени, провозглашать, говорить устами, что Бог уже сотворил. начните сегодня. Начните сегодня с маленьких вещей. Так как наша жизнь, она под власть на Богу. И наша жизнь во власти нашего языка. И недостаточно отказаться просто от негативных мыслей или же нытья. Но нужно изменить риторику нашего вот победоносной хвалы. Я буду говорить так. Нам нужно уйти от нытья и негатива к изменению нашей риторики, нашего провозглашения. Вот что делает Давид. Царь Давид в Тегелим или Псалом 90-й делает заявление, которое я хочу вам прочитать. Живущий под покровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится. Если вы верующий человек, вы понимаете, что вы живете под сенью Всевышнего. Под его сенью вы покойтесь. И дальше не мечтает, не думает, не просто насвистывает. Говорит Господу и так говорит Господу прибежище мое и защита моя Бог мой на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя под покрыльями его, будешь в безопасности, щит и ограждение истины его. Не боишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, разы опустошающие в заразы, извините, как зараза, зараза, зараза опущающая в полдень. Падут подли тебя тысячи десятки, тысячи десну тебя, но к тебе не приблизиться, только смотреть будешь очами твоими видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, что делал? Ты сказал, ты не промолчал, не просто подумал, ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язвы не приблизиться к жилищу твоему, ибо ангелам свои заповедовал тебе, а тебе хранить тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не притнешься оками ногою твоей, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, а мы уже знаем такую историю со змеей и Павлом, он просто взял, встряхнул ее, она не повредила ему, это уже точно как факт, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу ее, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу, не промолчит ко мне, не проигнорирует меня, а воззовет ко мне, и я услышу, и с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его, явлю ему спасение мое. когда мы начинаем провозглашать то, кто мы есть в Боге, и как нас Бог видит, тогда мы и становимся сильными, мы поднимаемся, всякий раз, когда мы направляем свой язык к праведному исповеданию, и это касается не только нашего здоровья, но и наших обстоятельств, ситуаций, каких-то еще событий, знаете, что делает Дух Святой, который послан нам, как помощник, который рядышком, он начинает направлять нас к решениям, которые нам в голову не приходили. Один пример о приведу, когда мне сказали после ситуации, которая у меня была с сердцем, вообще, как бы, я почти умирал тогда, они меня спасли, и доктора сказали, нужно шунтирование, то есть, нужно открытая операция сердца, и ее надо делать срочно. Это мне не так, с намеком сказали, а Тане сказали, прямо, больше нескольких месяцев он не протянет, просто не протянет, ему все плохо, нужно срочно делать операцию. Я помолился, я понимаю, что здесь выбор, и тогда Дух Святой начал говорить ко мне, нужно не только одно мнение, или два, нужно ехать в Израиль, делать мнение, прислушаться к своему доктору, я прислушался к своему доктору, и доктор мне сказал, делайте стантирование, потому что оно где-то годно, хорошо, 10-12 лет, а когда делаешь операцию на сердце, примерно до 20-25 лет еще возможно потом еще прожить без всяких там еще вмешательств, я посчитал, что там сейчас сделаю операцию, чересчур рано умру, не надо, не хочу, и пришлось именно послушаться тот вождение Духом Святым, мы приехали в Израиль, и там профессор говорит, вы правильно сделали решение, ваш доктор умница, не нужно было никакой операции делать, у вас все нормально, поставьте пару стендов, будет коментозно, и все будет нормально, я говорю о том, что у нас не должно быть паники, мы должны знать, кто мы в Боге, всякий раз, когда мы направляем наш язык к праведному исповеданию о том, кто мы есть в Вишевом Мессии, мы получим ответ от Духа Святого, он направит наши действия, которые приводят нас к исцелению, к решениям, которые делают нас свободными, все это на нашем языке, все это то, что мы говорим, Риллянок 10 глава 10 стих, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению, не только спасению вечности, а спасению здесь, от каких-то обстоятельств, потому что когда ты попадаешь в царь, ты так попал в ловушку, тебе нужна свобода, то есть спастись нужно, царь Давид прекрасно понимал этот принцип веры сердцем и провозглашением ко спасению, о чем я говорю, я хочу вам рассказать историю, когда во времена царя Давида Израиль стоял в страхе перед Голиафом, царь Давид тогда не был еще царем, он был еще, по-моему, так, юношей, которого не взяли в армию, 20 лет брали, да, на войну, значит, ему 20 еще не было, его не взяли в армию, то есть сражаться, его папа послал братьям туда занести пропитание, стояли они против филистимлян и выходил Голиаф, который кидал вызов Израилю, Давид выходит на вызов Голиафа не просто верой в Бога Израиля, но с провозглашением пророческих слов Голиафу в Закотинах. Что же это пророческие слова? Смотрите, победа была в его устах, не была просто в сердце, она была в устах и нужно было всему полчищу и филистимлян и даже Израилю услышать победу, которую Давид провозгласил до того, как он поразил Голиафа. Смотрите, что он говорит. Давид сказал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком, а я иду против тебя во имя Господа сил, Бога армии Израиля, которым ты бросил вызов. Сегодня Господь отдаст тебя мне. Сегодня тебя Господь отдаст мне. Я сражу тебя и отсеку тебе голову. Сегодня я отдам трупы филистимских войска небесным птицам и земным зверям и весь мир узнает, что есть Бог в Израиле. Все, кто собрался здесь, узнают, что Господь спасает ни мечом, ни копьем, ведь это битва, битва Господа и Он отдаст всех вас в руки наши. Что делает Давид? Он провозглашает. Представьте себе, что если бы Давид просто как бы рискнул вышел навстречу Голиафу, увидев Голиафа, у него просто челюсть отпала, да, такой, он говорит, ничего себе, не думал, что ты такой огромный, чем тебя мама питала в детстве, получил бы ли он победу? Потому что страх приходит здоровый мужик, чем мама его кормила в детстве? Если бы даже он позитивно даже думал, если бы даже Давид позитивно думал, о, о, Бог тебя сделал таким здоровым, чтобы я не промахнулся, тогда тоже бы получил бы Давид победу? Я не думаю, друзья, послушайте меня внимательно, я не думаю, ни сарказм, ни страх не делает победы, но четкое понимание, кто мы в Боге, что мы призваны, что мы под сенью его находимся, мы его дети и его обетование, а не да и амина сегодня. Важно понимать, насколько это пророческое действие важно для нас. Бог не сказал Давиду, ты пойдешь к своим братьям на битву и там уложишь Голиафа и даст свободу Израилю. Абсолютно. не было разговора, как был это разговор с Гедеоном. Гедеону Бог уже там и так, и сяк, и так, и сяк. А Давид просто пошел и вдруг он слышит, что какой-то необрезанный ругается на Израиль избранный народ Божий. ревность о доме Божьем, о Боге Израиле, положило в его уста пророческое слово. Бог не сказал, ты ему должен, и ты падешь против него и отсечешь ему голову. Нет, он начинает говорить. Он начинает говорить о победе, которую он получит. И вы знаете, так и произошло. Все то, что Давид сказал, так и произошло. что же, когда нам сказать на это? Если Бог за нас, кто может быть против нас? Я бы сказал по-другому. Если Бог за нас, кто скажет, что он против? Я за. Я за то, чтобы Бог был с нами всегда. Сила спасения одно из мощных оружий на земле. То есть, когда Бог спасает свои могущества. Вы знаете, я верю в единство, я верю в сотружество, я верю в то, что должно быть согласие, потому что согласие, если двое не согласятся, может они что-нибудь просить, да, вот, если согласие в путь, если муж, жену не согласятся в каких-то вещах, оно не состоится. Я верю, что согласие в семье, согласие в растратах семейных финансов, или же согласие о покупках, это очень сильное согласие. Все это происходит и укрепляет отношения, когда есть согласие. Ишуа описывает это такой тендем людей, которые соглашаются такими словами. Истинно, также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили будет им от Отца Моего Небесного. Знаете, знаете, что в этом стихе очень важно? не то, что они согласились молиться. Важно упоминание дружбы. Потому что человек не согласится, нету там вот этого соединения. Это также указывает на безразличие, на небезразличие людей к ситуациям других людей. если у вас проблема и люди не хотят с вами молиться о вашей проблеме, так я думаю, что у них этих людей есть проблема, потому что надо согласиться быть вместе и Библия еще говорит об этом, чтобы мы соглашались друг с другом. Это указывает нам на зависимости друг от други, чтобы молиться. Но знаете, не всегда возможно найти молитвенного партнера, когда у вас ситуация меняется. не всегда в молитве можно найти тех, кто будет соглашаться стоять с тобой до конца. И что же тогда делать? Вы скажете, что же делать? Не могу найти молитвника. Или я прошу тех или других молиться, или пишу всем, ничего не происходит. Либо забыли помолиться, либо просто как-то так игнор включили. Я вам скажу с примером Давида. У Давида в тот момент не было согласия, ни с кем. Если посмотрите в эту ситуацию с Голиафом, его родные братья просто его гнали оттуда. Просто что-то знаем твое дурное сердце, иди отсюда, иди. даже царь Саул, зная, что он здоровее Давида, ну, зная, что тот здоровее Давида, написание говорит о том, что он выше был всех израильтян, да, дает ему его обмундирование для защиты, ну, и так, типа, что получится, и даже со стороны начальства, или же царя, не было благоволения, не было согласия, что-то с этого получится. В это время не опускайте руки, дорогие друзья, не опускайте руки, не думайте, что вы один на один с этой болезнью, с этими долгами, с этой зависимостью, ситуацией, которая кажется невыносимой. Согласитесь сами с собой. Человек состоит из трех составных дух, душа и тела. Согласитесь сами с собой в том, что ваше сердце соглашается с вашим языком, когда вы провозглашаете в невидимый мир Божью победу. И то, что там невидимое станется реальным, когда мы соглашаемся твердо с нашим сердцем и нашим языком, тогда невидимое действующее уже в этом невидимом мире станет явью. И пророчески мы соглашаемся с тем, что Бог видит в тебе. Ты победитель. Ты слаб, но Бог говорит слабый, скажи, я силен. Но зачастую окружающие нас люди, это бывает почти 90%, не состояние видит то, что вы видите. Ваше видение, ваше состояние, ваше переживание, им не совсем ясно, понятно, куда вы идете, что вы делаете, как молиться, что говорить. И в этот момент люди не всегда будут вас поддерживать, соглашаться с вами, с вашим решением. Они чаще становятся разрушителем ваших провозглашений, чем соглашаются с вашими дерзновениями. Эти люди, например, говорят, ой, ты знаешь, моя бабушка умерла от тех же симптомов, не знаю, это тебе поможет. Это люди, которые тебя не поддерживают, они сразу тебе что-то говорят. Да, ты что, родить ребенка, когда доктора сказали, что у тебя не может быть детей абсолютно, хочешь после этого молиться, ну ладно, перестань мучиться, пойди возьми ребенка из детдома. Или же лучше переодолжить денег, чтобы ты отдал те долги, которые ты до этого сделал. Но ты же видишь, какая ситуация с коронавирусом, работы нету, и переодолживай. Вместо того, чтобы молиться за работу и за процветание, за то, чтобы были какие-то сделки, чтобы стоять в проломе за какие-то идеи с этими людьми. Или же ты начинаешь говорить, я хочу получить свободу от зависимости. А тебе такой человек, который тебе может сказать такие следующие слова, посмотри вокруг, ну посмотри, что происходит вокруг. Здесь, кто без греха? Ну посмотри, вот эти верующие все, кто из них без греха? Пускай сначала перестанут пить кофе, чайниками, литрами и ведрами, да, потом еще другие, там семечки щелкают тоже днями, ночами. Пускай они от своих озабоченностей освободятся, а потом вообще, потом посмотрим, как тебе освободиться. Знаете, таких людей, доброжелателей, мы встречаем сплошь и рядом. но по одной причине они не хотят быть с вами, потому что они не хотят стоять в проломе с вашей идеей победы. Они хотят видеть мгновенное решение пальчиком раз, будь исцелен, будь свободен. Вместо того, чтобы стоять и говорить вместе с вами то, что вы победитель, вы исцелитесь, вы уже исцелены ранами Ишуа Мессии. Когда мы это говорим, мы провоцируем наш дух двигаться дальше в позитиве о Боге, который решает все. Нам не нужно быть такими людьми, потому что у них нет веры и не хватает, чтобы простоять с вами долгое время. Как писать, говорят, вы не до крови сражались против греха. Зачем нам нужна кровь? Лучше давайте мы в сторону пройдем. Не позволяйте таким людям отговаривать вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. Не позволяйте им доминировать в вашем призвании. Даже если вам придется пройти долгий путь к цели, не позволяйте таким людям, которые разочаровывают вас или унижают, или там еще каким-то образом пренебрегают быть рядом с вами, когда Бог призвал вас к большему. Продолжайте провозглашать Божью победу. Противовес негативным мнениям и анализам обстоятельств. Пусть критика таких людей и обсуждения, насмешки или унижения не является вашим знаете, таким мыслью, или как сказать, что вы присели на эти вот все человеческие обвинения. Пускай их обсуждения или насмешки не позволяют вам думать, что вас оставили. Пускай это гнилое их мнение, это инфекция, поражение, которое поражило их дух, не будет вам нестабильностью. Но наоборот, вы отойдете от них, вы отойдете от их разочарований, что у вас всегда есть тот, кто будет с вами рядом. Писание говорит, убери кончунника своей жизни, стойте в слове от Бога, который он дал. Знаете, я хочу еще раз вернуться к Давиду и Голиафу. Выступил и филистимлянин, и, приближаясь к Давиду, оруженосец шел впереди его. И сказал филистимлянин Давиду, ты что идешь на меня с палкой и камнями? Разве я собака? Давид меня просто поразил. Давид сказал, нет, но ты хуже пса. Ой, ой, ой. И проклил филистимлянин Давида своими богами. что хочет пускай люди в скамьи проклинают, мы знаем, что мы благословены. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твоё птицам, небесным и зверям земным. А Давид в ответ филистимлянину сказал, ты идёшь против меня с мечом, копьём и щитом, а я иду против тебя. Нет, он не сказал с тращой и с камнями. Он не повторил слова того, кто унижал его. Слышите, он не повторил слова унижения. Он сказал больше, я иду против тебя именем Бога. Оружие наше, нашего духовного сражения, не плотские, не траща и камни, а наш Бог, это и есть наше оружие, знамя победы в Боге нашем. Я хочу всем сказать, что ваши слова и ваш язык может удержать вас от вашего призвания, либо он может сделать вашу жизнь счастливой и наполненной Божьим присутствием чудесами и знамениями. Слово вас приведет к вашей цели, к вашему призванию или же полностью разрушит. Особенный момент, нам нужно понимать, что наши слова, они ценны перед Богом. В примере с Захарией, смотрите, что происходит. Отца Иоанна, когда ему в преклонном возрасте Божий посланник говорит о рождении сына, что тот его сын будет претеча в Мессии. Захария выслушает, вдруг он говорит, спросил ангела, как мне поверить этому? Другими словами, может ты лжешь? Как это вообще может быть? Ведь я уже старая, жена моя в преклонных ходах. Ангел ответил, я Гавриил, стоящий перед Богом, и я послан, чтобы сообщить тебе эту радостную новость, но ты не возрадовался, ты усомнился, тебя как будто напрягло, но сейчас за то, что ты не поверил моим словам, которые обязательно исполнятся в свое время, ты анимеешь и не будешь говорить до того дня, как все это сбудется. Друзья, что ситуация происходит, когда ты начинаешь сомневаться, то, что Бог говорит, и люди, которые тебе говорят эти вещи, например, унижения, какие-то там расстраивают тебя, попадаешь под это состояние, а Бог говорит, оно обязательно сбудется, но не сомневайся, не сомневайся, возможно, вы так сомневаетесь о возможностях и целях. Возможно, вы сомневаетесь в том, что вы можете развить бизнес, или же выйдет как-то из ситуации, или изменится страна. Возможно, вы сомневаетесь, что изменится в ситуациях в ваших здоровья, мечтах. давайте мы не будем подобны Захарии, который скажет, ну, как мне вообще-то понять? Да, я уже стар, как может чудо произойти в мои старые года? Возможно, о том, о чем вы думаете, кажется невозможным, недосягаемым, и, возможно, у вас нет на это даже и финансов. Начните с самого простого, с самого малого, с молитвы, провозглашения, с позиции, того, кто вы есть. А кто мы? Пусть слабый скажет, я силен. Первое смирение. Если я слаб, я должен сказать, я силен. Сила моя в Господе, сотворившего небо и землю. Сегодня день спасения для тех, кто ищет прощения. Сегодня день спасения для тех, кто ищет свободы от зависимости. И возможно, вы никогда не принимали Иешуа личным спасителем. И у вас есть эта возможность. Вы смотрите нас в своем эфире. И у вас есть ситуация, которая только чудом может изменить. Я кидаю вам вызов. А Боге, который слышит, знает, творит, меняет, это Бог вечный, Бог Авраама, Ицаха, Иакова. И невозможное делает возможным. Воззови к Нему, скажи, я силен, я, если в моей слабости, моем здоровье, я силен, я здоров, я обогащен Богом. Это моя надежда, это мой Бог. Сегодня это день спасения. Исайя 53 говорит слова, которые сегодня на Торе мы говорили о том, что записан книгу жизни, да? Это не запишу, а записан. Так же как исцелен ранами его. Давайте мы будем тверды в этом. И, конечно же, Бог знает, Бог видит, и у Бога вся власть. И у человека есть тот лимит здоровья, нервов, лимит осознаваний. Но расправим крылья, полетим и не устанем. Побегим и потечем и не утомимся. Сегодня это время, если ты хочешь примириться с Богом, попроси Его прийти в твою жизнь. Не чудесами, знамениями, а именно покаянием. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, что живешь ли ты или умираешь ты, Господин. Что я имею в виду? Это не означает, что ты спасешься, если ты так грешный человек. И в том, что суд Божий и ад, и рай, это место, которое Бог сотворил та же самая часть Божьего и сестра. Но лучше быть рядом с троном Бога, радоваться и веселиться, чем сожалеть, чем вскрежет зубов, чем плач, чем горесть, темнота вечная. Поэтому обращаясь к Нему, скажи, Бог мой и царь мой, приди мою жизнь, измени меня, дай мне видеть не только мое предназначение, а видеть меня свободным от моей зависимости, от моей ситуации. Я знаю, что ты умер и воскрес для моего оправдания. И я понимаю, прости мои грехи, я хочу быть измененным новой тварью, новым творением в тебе в этот момент. Призови, и Бог тебе ответит, покажет тебе то, чего ты не знаешь, как чудес на его пути, как силен он в своей любви, как желает он тебя спасти, и как желает он тебя вести в этой жизни. праведник, даже если он упадет, поднимется. Праведник, он знает Бога, и надежда у него только в нем. И невозможное становится возможным, невидимое явным, а чудо, друзья, в ваших словах, на вашем языке. в вашем сердце то, что ты говоришь о себе, не о других. Бог заинтересован говорить с тобой о тебе, не о других. И мы сейчас будем молиться за исцеление. Я верю, что у нас есть списки и те, кто послали просьбы. И я надеюсь, что сегодня мы получили ответ, как держать свое чудо. И он в ваших устах. Есть там список людей, которые... лора, давайте сюда. Я прошу, чтобы мы... О, там много. У меня вайбере. У меня телефон опустите. Дай мне, пожалуйста. я сейчас прочитаю. Просьба Ольги Расюк, Ири Канаевой, Борису люди на искусственном дыхание уже. В этот момент, Господь, Ты их дыхание, Ты их исцеление. В этот момент во имя Ишуа Назаретов. Ты на том месте с нашими братьями и сестрами, полагая руки на них, Боже, пронзенные твои руки, Ты исцеляешь их. Сестер, которые имеют проблему с деснами, мы благословляем и говорим, будьте исцеленны в ваших деснах. Если это было вмешательство хирургическое или наших стоматологов, Боже, Ты делаешь сейчас полное исцеление, даже если это было противоставлено или не так, как нужно сделано. Мы также молим за другие, которые просят исцеление сердца. Ты Бог святой. Ты дал нам это сердце. Ты даешь его для того, чтобы оно не только билось, а оно кричало к тебе, говорило, твое исцеление и твоя милость. Будь исцеленный, мой друг. Будь исцеленного имя Ишуа из Назарета, царь Израиля, Машиах, спаситель всего мира. Он пришел в этот мир, чтобы дать нам уверенность не только в Нем, а в Его обещаниях. Твердость веры и исповедание это своими устами. Если ты будешь исповедовать Ишуа своими устами Господом, ты спасешься. И я верю, что сейчас это исцеление приходит каждому человеку, кто сделал решение, согласился со своим сердцем и своими устами исповедует, что Ишуа во Десну и Отца во славу Его исцеляет сегодня тех, кто стоит в вере и верности в Тебе. Пишем Ишу Машихей. Я вихиха донай ва ешмагеха. Я донай панавелеха виху нехав всем леха. Шалом. Субтитры